Такая форма устройства детей-сирот, как гостевая семья, в Казахстане действует с 2011 года. Правда, все это время данная практика никак не подкреплялась законодательно, разве что договором. Тем не менее, как рассказывают в Кустанайском областном детском доме, людей, желающих взять детей из детдома к себе в гости, с каждым годом все больше. Причем это не дальние родственники ребят, а совершенно посторонние люди. На сегодня в гостевых семьях проводит время 17 воспитанников детского дома из 91-го. В 2015 году у нас две девочки так уходили в гостевую семью, и конечный результат у нас был, что люди оформили опеку. То есть уже законодательно забрали детей к себе в семью. И вот скажу, что в сентябре 2016 года у нас тоже два мальчика ушли. Изначально они были в гостевой семье. Женщина так же уже все решила, она окончательно и сделала опеку. В апреле этого года были внесены поправки в ряд законодательных актов республики по вопросам защиты прав ребенка. Все они уже вступили в законную силу. И гостевая семья теперь является еще одной официальной формой устройства детей, как усыновление или патронат. Порядок гостевой семьи, он, скажем, немножко упрощенный. И эта форма, она более, скажем так, форма, наверное, все-таки наставничества. Взял ребенка, пообщался с ним, помог ему, показал, как в семье готовится обед, как дома убираются, как между собой родственники общаются, как надо куда-то сходить в кино, как себя вести в кафе. Вот это вот все может, мне кажется, гостевая семья обеспечить. И ребенок, ну, надеемся, что ребенок, который будет в гостевой семье, он, возможно, в полчаса и будет усыновлен. Даже если не усыновлен, те люди, которые возьмут его в гостевую семью, в дальнейшем смогут ему подсказывать, помогать где-то по жизни. Кроме этого, с 1 января 2017 года в Казахстане заработает единый банк данных всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С его помощью люди, желающие взять ребенка на воспитание в семью, будут иметь возможность присмотреться к ребятам. К слову, на сегодня в детских домах Казахстана проживает более 8 тысяч детей. Дмитрий Гуренко, Евгения Финько, РТМ.